Дарья Марина раньше работала на руководящей должности, но со временем поняла, хочется больше творчества. Нашла себя в сфере озеленения. Уже полгода делает родной город Краши. Ситуация, конечно, тяжелая, но мы все тут, мы никуда не уезжаем, живем, радуемся, развиваемся, наводим красоту. График плотный. Опытный озеленитель Елена Шаповалова рассказывает. Работают и в выходные, чтобы высадить растения вовремя. Что делать? Город же надо приводить в порядок, украшать его. Кто этим будет заниматься, как не мы? Если мы это все забросим, город просто потухнет, станет мрачным, темным, серым. Май добавил озеленителям трудностей. Из-за резких заморозков пришлось корректировать график работы. Сейчас обрезают растения, пропалывают клумбы. В планах высадить питуньи. Почему мы так и торопимся и спешим? Потому что цветок имеет свойство перерастать. Его тогда просто тяжелее сажать. С ним ничего не будет, но его просто тяжелее сажать. Они могут ломаться. Ну а так, в принципе, посадочный материал очень хороший. Также в городе вдоль дорог устанавливают декоративные конструкции. Например, в эти чаши вместе с питуньями высадят и сурфинии. Чтобы придать какую-то мощность, красоту, именно объемную красоту нашему городу. Мы решили большой упор сделать именно на малые архитектурные формы. В округе их установят в пяти местах. Закончить планируют к середине июня. Шебекинцев уже радует цветочное оформление города. У нас всегда красиво. Конечно, да. Это хорошо, что они все это делают. Нам даже жить хочется. У нас очень красиво. И хорошо. И цветов. И осенью, и весной, и летом, и зимой. У нас всегда хорошо. Любим его, потому что он такой, как он есть. Это наша Шебекина. Живем здесь уже 75 лет. Ну как не любить? Стараемся не бояться выходить, у церкви ходить, водички набирать. Взрывы бахи. Но люди не теряют уверенности в том, что все будет хорошо. И живут счастливо. Алена Хлудеева, Александр Поддубный. Их программа «Такой день» на Мире Белогорья. Алена Хлудеева, Александр Поддубный. Игорь Негода. Продолжение следует...